всем привет дорогие друзья меня зовут данила и вы на канале эти 20 сегодня у меня снова черный тубус от отечественного ножевого бренда и стулы наруж кастом михаил и дмитрий и у меня прототип их новые модели которая называется taurus меня прям подписано прототип первое поколение вот такой вот симпатяга на мой взгляд у меня самое клевое исполнение вот такой вот на фрейме есть еще версия с g10 с такой же монеткой на лайнере есть чуть другой клипсой и есть такая попухлее версия там в общем парни разгулялись по фрезеровкам но вот это вот монетка здесь добавляет на самом деле внешнего вида учитывая что вся фурнитура еще в цвет сделано с этой монеткой монетка кстати титановая возможно кстати однажды у парней появится какой-нибудь сервис по кастомизации вот этой штуки они будут вписывать круглую монетку в каждый свой нож да и там в зависимости от того чего захотел поставить то посадить потому что монетка держится на двух винтов на разборке посмотрите собственно что это это вот такой вот большой кухонный я бы сказал или городской очень тонкий нож на шайбах не на подшипниках как был предыдущий на шайбах с очень хорошей механикой на магна кати и по форме клина тут я еще немножко не определился до конца то ли это все-таки реверстанта как контега какая-нибудь или там осборн вот либо все-таки это просто такой трехскатный шипс футу 1 2 и 3 ну в общем примерно как то так вот такой вот ножичек ссылочку на производителей опять же оставлю в описании к видео в закрепленном комментарии вот и давайте поговорим про характеристики нож здоровенный соответственно вес в сто тридцать четыре грамма для него это окей прям это хорошо он ощущается легким при своих габаритах потому что здесь длины рукояти 130 практически по грамму за миллиметр длины клинка длины рукояти прошу прощения у нас здесь 11 миллиметров самом толстом месте титановый бэкспейсер который образует вот такую темлячную скобу у меня ну вот на мой взгляд одно из самых лучших исполнений это вот с таким вот лабиринтом с монеткой собственно с быком монетка тоже титановая делается вот этот весь объем на лазере это огромное количество работы тут как бы точно скажу что тут прям с этим заморочились что мне нравится что все везде нож видите когда сложен он везде красивенько сложен везде все фасочки вот тут вот внутри сняты здесь тоже все красивенько нигде ничего не торчит никаких щелей вот так вот выглядит красиво аккуратно пропил что даже вот все детали здесь совместили очень хорошо фурнитура у нас как и монетка вся анодирована или оксидирована будет правильнее сказать в один цвет нож на шайбах вот такой вот здоровенный широким клином есть у нас здесь с вами клипса которая пока еще в ней можно разглядеть черты терзуолов скай клипсы но она уже сильно претерпела измери и изменения здесь уже появились и насечки в принципе на протекторе на кастом нам из предыдущего обзора было все примерно то же самое как вы видите здесь стоит у нас сухарь сухарь интересной конструкции чуть попозже поймете почему я на это обратил ваше внимание тоже он каленый стоит шар детента керамический все здесь здорово открывать удобно за вот этот диск он называется правильно сам б диск и что так что так теперь переходим клинку клинка здесь парни дофига причем он широкий с высокими спусками и я даже думаю что на кухне он себя может очень хорошо показать 104 миллиметра длины из них 95 полезных поскольку у нас все ограничивается вот этой таблеткой три с половиной в обухе магна к скрио 6263 единицы причем вообще сделано все классно такое есть на самом деле далеко не у всех если вы в канале в инстаграме посмотрите у наружка с там их видео как они закаливают эти клинки они не просто их прижимают плитой они еще туда подают сжатый воздух что клинок остывает очень быстро быстрее чем просто чугунной плитой накрывают и ждут пока у нас ты не до комнатной температуры но или там до температуры что его можно трогать рукой теперь по сведению 035 и 04 на кончике при 30 миллиметрах ширине 24 из них прямой спуск резать от штуковина будет просто супер здесь все фасочки аккуратно сняты ничего день и не острое нигде вы ничем не порежетесь не заденетесь огни вам разводить костер не получится для лучшего понимания габаритов данного ножа предлагаю сравнить его с другими известными ножами и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, с характеристиками тоже здесь все здорово. Классный, легкий, хороший габарит, такой большой для любителей больших ножей. При этом он тонкий, на кармане сидит хорошо. Хорошее железо, не будет у вас ржаветь от яичного пота. Яичный пот это самое страшное после кислоты, что может случиться с вашим ножом. И здесь хочется приступить к разборке этого ножа, посмотреть, как внутри все облегчено и сделано. Разбирать будем с одной стороны. У меня есть чудесный тул от производителя, который позволит мне все аккуратно разобрать, не переживая за винты. Что тут все идеальненько подходит. Сразу видим с вами антипроворот. Так, дальше нам что, восьмерка понадобится? Да, точно. Фурнитура вся каленая. 95Х18, если мне не изменяет память. Как бы что-то все нержавейка. Она еще и анодирована в цвет. Ну, наверное, правильнее будет сказать, оксидирована в цвет. Хорошие длинные винты. Вот так вылез у нас бэкспейсер. Все фасочки, все везде снято. Отличненько. Так. Так. Вай, какая красота. Значит, смотрите. Монетки, про которые я вам говорил, что они, возможно, появятся когда-то в кастоме, крепятся всего на два вот этих винта. Очень классные облегчения. Очень много облегчений внутри. Отличные бронзовые шайбы перфорированные. Механика на них просто вообще суперяшная. Так. Такой вот клин. Здесь фаски не сняты, но они такие просто заполированы при финишах. Да, тут вот следы от эрозии. Как бы вот, что это видно, что резалось сразу в чистовую. Все отлично сделано. Как бы не острые грани, а именно такие. Они были, видимо, на этой, на пасте завалены. Вот, наверное, вот тут единственное можно сказать, что где-то вот тут острая грань. Все остальное сделано классно. Отверстие детента. Рамп никаких нет. Все здесь здорово. И ответная часть. Уууу, смотрите. Прям классная упорная бонка. Причем она такая темненькая. Она как будто, знаете, из сверла сделана. Это, ну, вообще классно, если это так. Из каленого. Здесь у нас крепится клипса. Фрейм. Такое вот маленькое аккуратное облегчение. Сухарь. Сухарь стальной, каленый, большой керамический шар детента стоит. В общем, вот так вот все это дело сделано. Значит, смотрите. Я когда делал обзор на протектор, я про этот момент как бы немножко упустил. Но потом, позже, я сначала додумался, а потом спросил, правильно ли я понял или нет. Знаете, для чего сделано вот так, что сухарь меньше, чем вот эта вот часть. Вот тут вот есть, видите, такая как ступенька-лесенка. Это сделано для того, чтобы ваш сухарь не мог зайти дальше на клинок, чем на свою ширину. Далее он упрется вот в эту вот полочку. Это как бы вот это овертревел, чтобы наружу не отогнули. А вот этот овертревел, чтобы сухарь дальше не провалился. Что если у вас сухарь заходит на всю глубину, уже упирается вот этой частью, и вдруг у вас появится вертикальный люфт, не горизонтальный, а вертикальный, вверх-вниз, то просто меняется сухарь и все. Но сколько у вас потратится на это лет, годов и месяцов, это большой вопрос. С внутрянкой все, как всегда, супер. Так, ну что ж, друзья, здесь все сделано тоже здорово. Что стоит отметить? Мне очень нравится реализация вот этих насечек на фреймовой части. Вообще, в принципе, все фаски сняты очень хорошо. Нигде ни одного острого угла. При этом нигде нету мыла, да, что-то такое оно, где-то такое угловатое, где-то круглое. Все хорошо чувствуется, палец ложится там, где надо. Хоть таким хватом, хоть таким. Плюс есть вот тут вот участок, где можно перехватить поближе, да, к клинку. И, в принципе, это именно на любителей больших ножей. В принципе, парни стараются делать такие 95, 100, вот в моем случае аж 104. Самп диск тоже очень удобная тема. Возможно, возможно, даже в некоторых случаях удобнее, чем обычный шпенек. Потому что есть везде насечки, и, соответственно, площадь соприкосновения большая. Вы палец как бы ни положили, стрельнет хорошо. Вот такой вот интересный проект. Когда только они сделали анонс, я такой думал, блин, наверное, клевый все-таки G10. Но вот эта штука, вот эта фрезеровка, она прям порадовала. При этом обратите внимание, что монетка, напомню вам, это все лазер, объемная гравировка. Вот так все это дело выглядит. В общем, с каждым новым ножом работы все интереснее и интереснее. Все более интересные и самобытные дизайны. И самое главное, что стабильное, но при этом постоянно растущее качество. Поэтому, друзья, однозначно, как и многое сделанное в России, причем сделанное хорошо из хороших материалов, это вам не СиВи. И знаете, кстати, Винайф-то уже близко по цене. Поэтому подписывайтесь на их Телеграм, либо на какую-то другую соцсеть, типа там ВК. Следите за анонсами проектов, смотрите по цене, надо, не надо. Ну, пока каких-то щит-хэппенов с ними не происходило по качеству. Вот, поэтому крайне рекомендую присмотреться, если хочется попробовать хороший отечественный нож. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. На этом все. Всем спасибо. Пока.